Сегодня я расскажу о содержании щеглов. Вот опять же стандартный мой садок на 11-12 птиц. Здесь у меня сбоку пристроена лампа темного света. Как и везде на дне клетки мульча, лиственницы, опять же трехслойная. Первый слой песок, второй слой осиновой опилки и третий слой мульча. Так лучше абсорбируется. Вот здесь помимо щеглов и коноплянок у меня еще содержится хорюм, рогатый жаворонок. Вообще для жаворонков конечно лучше изготовлять отдельные клетки, специальные жаворнычьи, так их содержать не нужно. Почему он у меня так содержится, я сейчас поясню. Этому жаворонку 11 лет, то есть он уже очень старенький и наполовину слепой. И поэтому, как и всем пенсионерам, ему нужно общество. Это ему продлить жизнь. И поэтому мне пришлось его поместить в садок к щеглам. Здесь я для него специально поставил ванночку, чтобы он купался. В ванночку я насыпаю шамшелячий песок, так как он более нежный, такой для оперения хорошо подходит. А кормушки для него я ставлю здесь же. Это зерносмесь, сухая смесь. Мешанку поедают также с охоты из щеглы и мученик. Мученик поедает жаворонок, но и щеглам тоже обязательно нужно давать мученик. Этого не нужно задувать. Многие этим, кстати, пренебрегают. Вот он уже увлекся кормом. Сейчас пойдет кушать. Здесь же для него я ставлю воду, мисочку, с которой он пьет. Жаворонки в воде не купаются, поэтому в большую емкость не надо, чтобы она не проливалась, не засорялась. Он просто из нее пьет, купаются они только в песке. Ну и здесь я еще придумал вот такие вот улавливатели из обычных банок. Вот пристроил, разместил их аккуратно с жаворонком, чтобы щеглы, когда они сидят сверху, не гадили на него. И песок, получается, чистый, сохраняется. Не надо каждый день его чистить. И жаворонок чистый. Потому что вот если их убрать, когда они аккуратно на жердочке сидят, он будет весь обосранный. Конечно, можно сделать их из деревяшки красиво, отпилить. Вот с этой стороны такую выпилить, пропил сделать. И с этой стороны пропил. И туда очень хорошо вставляется дощечка. Но поскольку я сейчас планирую делать под них вольер, это как бы временное устройство. А банки в хозяйстве есть всегда. Я их не выкидывал уже по привычке. Ну и поэтому просто на скорую руку пристроил. Их потом промываешь, берешь кипятком промыл, заново подвесил и все. Никто его не обсирает. Сидит. Также здесь у меня размещены купалки. Четыре купалки на 11 щеглов. Каждый купается. Места всем хватает. Никто никому не мешает. Здесь чашечка с зеленым салатом. Поилочки. Сюда я добавляю минеральную смесь. Ну и три кормушки зерносмеси. Я их в разные места вешаю. Потому что всегда есть какая-то доминирующая птица. Если будет одна кормушка, она будет остальных обгонять и съедать все самое вкусное. Остальным будет не хватать. Поэтому лучше сделать побольше кормушек и по чуть-чуть насыпать в каждую и в разных местах их развешивать. И тогда им всем равномерно будет хватать корма. И будут они получать одинаковый рацион. Еще многие мне задают вопросы про разведение щеглов. Мол, как ты разводишь щеглов, научи. Это очень просто делается. Берется вот в общий такой садок и ставится основа под гнездо. Вот у меня пару основ стоят. Здесь, значит, пять самок у меня и шесть самцов. Ну и когда день удлиняется, солнышко начинает светить чаще. Плюс я еще ветки им срезаю, стимулирую свежие ветки. У них начинается позыв к строительству гнезда. Кладешь на дно сено, всякие веточки. Они начинают таскать это в основу, все складывать. И смотришь за ними, наблюдаешь, значит, какая пара складывает веточки. Главное не перепутать. Вот эту пару заметил, а потом берешь эту пару и отсаживаешь. Ну, отсадить можно в клеточку небольшую, там, сантиметров пятьдесят. Длиной, например, в такую хватит на пару птиц, скажем там. И уже туда поместить, в эту клеточку, гнездо. Материал для строительства гнезда. И вот именно эта пара, которую ты отобрал, они и будут строить гнездо, загнездятся и выведут там. Ну и в принципе все. То есть особо никакой премудрости нет. Просто у многих не получается потому, что многие считают, что им виднее, как подобрать пару для щеглов. То есть берут самца случайного и берут случайную самку. Сажают их в клетку и начинают ждать. А когда же они загнездятся? Ну, ничего подобного в этой ситуации не произойдет. Они не загнездятся, потому что именно птицы сами должны выбрать для себя пару. И спредоставят им такую возможность. Вот большой садок, в котором в равной степени самок в равной степени самцов. И они сами себе выбирают уже пару. А твоя задача именно заметить тех птиц, которые начинают строительство гнезда, отловить их и отсадить уже в отдельную клеточку. И там они свободно загнездятся. Все, все элементарно просто. Ничего выдумывать не надо. Вот тут у меня еще окна, они открываются. Все я заранее это предусмотрел, продумал. И когда начинается ультрафиолет, я их открываю. Там стоят решетки, ну, эти сетки. И попадает уже не через стекло, а попадает вот именно в настоящий ультрафиолет. Вот, из каждого окна. Зимой стоят лампы, ОФ-лампы. А, весна, лето. Они получают дозировку настоящего ультрафиолета. А, весна. Продолжение следует...